Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Хукат. Законы», и вначале мы говорим о законах красной коровы. Но как по правилу, который именно по этому поводу приводит Талмуд, что Всевышний сначала дает нам лекарства, а потом посылает болезнь, мы в этой главе читаем о смерти двух из трех лидеров еврейского народа, а, как известно, пепел красной коровы был необходим для очищения от ритуальной нечистоты смерти, и говорим мы о смерти Мирьям и Аарона, старших брата и сестры Муше. И здесь не нужно быть большим аналитиком текста Тора или комментатором, чтобы увидеть причинно-следственную связь событий, которые происходят после того, как умирает сначала Мирьям, потом Аарон. После смерти Мирьям с этого и начинается тот параграф, в котором упоминается смерть Мирьям, говорится о том, что евреев нечего было пить в пустыне. Ну, здесь, конечно же, основной комментатор Раши сразу ссылается на известный вам медраж о том, что за нами ходил колодец Мирьям с вкусненькой, свеженькой водой все 40 лет по пустыне, который был в заслугу пророчицы Мирьям, и когда он умирает, воды не становится. То же самое мы видим и в событиях со смертью Аарона. Говорится о том, что Аарон уходит из этого мира, подымаясь на гору, Муша спускается, Аарона нету. Вместе с его сыном и Лазаром они спускаются с горы, и сразу дальше Тора говорит, что к наонейцы, или точнее, опять же, как объясняет Раши, амаликитяне нападают на еврейский народ. Но тут есть одна тонкость в комментарии Раши, которую, мне кажется, Раши хочет увидеть, чтобы мы увидели еще одну причину, следственную связь. Потому что, когда идет речь о смерти Мирьям, он сразу комментирует об этом событии, что не стало воды, потому что не было колодца Мирьям. Но с Аароном он сначала комментирует как таковой момент смерти Аарона. Он обращает наше внимание, что когда говорится о скорби Аароне, говорится, что скорбил кол бейт Исраэль. И дословно, с одной стороны, можно перевести весь еврейский народ, но дословно переводится «каждый дом в Израиле». Что имеется в виду? Раши и приводит этот интересный комментарий на это предложение, где говорит о том, что мы грустили как мужчины, так и женщины. Зачем он это подчеркивает? Более того, грустили. Почему? Потому что Аарон, как говорит об этом Перкеавод, был тем, кто стремился к миру. И упоминает Раши там слова не просто стремился к миру, а вселял мир во всех окружающих, мир между друзьями, мир между мужем и женой. Когда уже хнаанийцы, или точнее Амалек нападает на нас, естественно, Раши комментирует, что потому как облака славы, которые охраняли еврейский народ на нашем путешествии в пустыне, были в заслугу Аарона, а Аарон уходит из этого мира, и Амалек тут же находит брешь в нашей защите, это происходит после смерти Аарона. Он обращает наше внимание, почему это происходит. Потому что Аарон, это был тот именно, кто насаждал мир просто благодаря своей персоне, своему характеру. И главное, это мир в семье, мир между именно мужем и женой, мужчиной и женщиной, а не придумывать какие-то новые отношения. И мне кажется, что Раша хочет обратить наше внимание, что мир в семье, это и есть центр управления полета, это и есть залог нашей безопасности, это и причина облаков славы, железного купола, который защищает нас. А Амалеку много не надо, чтобы нащупать брешь у нас в цепочке, найти эту брешь в нашем защитных облаках славы, которые определяются именно миром в семье. Поэтому, дамы и господа, если мы хотим, чтобы работала защита Аарона, облака славы, железный купол, как хотите его, назовите необходим мир в семье. Мир в семье лежит в основе мироздания. Отношения, здоровые мирные отношения между мужем и женой лежат в основе всего иудаизма, являются моделированием всего мироздания. Поэтому, если мы хотим защиту Аарона, облаков славы, то стремитесь, чтобы всегда был мир в вашей семье. Успехов! До встречи! Пока!